И так, ну что ж, Ария Ру, мои маленькие любители покушать и гигантских, логичных и суперских схем. У микрофона, как всегда, ваш покорный слугам Амору, и это великолепная игрушечка Факторио с модом Кроссторио 2 и Спейс Эксплорейшн. И как всегда, мы приземляемся неизвестно где, неизвестно на каком аппарате, но это безумно всё весело, интересно и очень увлекательно. Да, спасибо, я тут уже был, и спасибо за кучу очень интересного и надамаженного меня. Гигантские лазерные лучи, уведомление о том, что у нас есть модификация Кроссторио. Как вы могли понять, это увлекательный мир Факторио с несколькими модификациями. Я установил две глобальные модификации, это Кроссторио и Спейс Эксплорейшн. Я мог бы на самом деле начинать проходить Спейс Эксплорейшн отдельно от Кроссторио, но зачем, если эти две модификации работают идеальным образом друг с другом и так намного интереснее? Я уже поиграл за кадром немножечко и могу с уверенностью сказать, что система крафтов, которая здесь представлена, достаточно на начальных этапах сильно отличается от Кроссторки Ванильный, если её можно так назвать. И от этого, я надеюсь, будет безумно интересно. Тут есть прям мега замороченные крафты и мне прям не терпится все их пройти и попробовать с ними что-то сделать. Помимо двух глобальных модов, есть тут несколько вспомогательных. Я думаю, мы потихонечку, постепенно будем со всем с этим с вами разбираться. А пока мне ничего другого не остаётся, кроме как, во-первых, попробовать предотвратить пожар, если у меня это получится. Неплохо было бы использовать ещё аптечки, потому что здесь, как оказывается, здоровье не восполняется. Дроны, тушите, давайте быстрее, давайте, цыгль, 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 арбатен. Невероятный плюс этих модификаций, то что оказывается, что здесь всё работает на симбиозе всех рут. Тут нет такого, как ванильная фактурия, то что камень практически не нужен на всех этапах игры. Здесь он нужен всегда и всюду. И от этого так безумно интересно. Стоять, что? А как у меня умудрились дроны-то умереть? Только не говори, что они умерли у меня в огне сейчас. Офигенное начало, придётся обходиться пока что без дронов. Тут особо-то и нечего говорить, сейчас идёт банальное, стандартное начало, добыча начальных ресурсов и создание всего самого первоначального. А, прошу прощения, ты кто такой? Ну, допустим, живи пока что. Наконец-то первая автоматизация, хотя бы железо потихонечку. Пусть капает. Это невозможно на самом деле, когда вообще нету никаких ресурсов. Есть какой-то шарм первоначальный в этом. Я потихонечку здесь себе начинаю уже налаживать создание базовых технологических карт. У меня там всё равно эти печки очень медленно производят какие-то ресурсы. В принципе, создание карт ничем сильно не отличается от ванильного Кроссторио. И это мы уже когда-то с вами делали, если вы помните, в прошлом сезоне. Повреждённый исследовательский модуль питания. Его я могу использовать как исследовательскую лабораторию, первоначальную. Для этого мне потребуется его соединить с оповреждённым набором к каким-нибудь кабелям питания. Вот, допустим, средняя опора лаб. Я просто вот сейчас не вижу других систем питания. Хотя бы такая у меня была изначальная лаб. Я её сюда вот помещаю, и у нас должны были пойти технологии первоначальные. И начнём мы, пожалуй, с автоматизации. Самой первой технологии, которая нам пригодится в дальнейшем везде и всюду. И по-хорошему, я бы нашёл где-нибудь здесь что-нибудь, позволяющее мне побыстрее бы развиться в разные направления изучений. Например, вот такие вот логистические манипуляторы. Но, я думаю, будут приоритеть у нас вот эти вот логические схемы. А для их производства нам потребуются красные карты. И придётся нам, наверное, их делать в большом масштабе. Очень удобная модификация, которая позволяет равномерно распределять все ресурсы по печкам или чем-то не было. Зажатой правой или левой клавишей мыши. Если от нас игра того требует, чтобы мы во всё оружие были готовы и в поскорейшем режиме уже начали бы использование красных пакетов, то нам ничего другого не остаётся, кроме как начать их использовать и начать их производить. А для этого нужно увеличивать масштабы производства текущие. Да, у нас сейчас всё это будет крайне медленно из-за полной работы на твёрдом топливе, но пока что деваться особо некуда. Я также здесь себе поставил ещё твердотопленную лабораторию, которую я закинул базовые технологические карты. Твердотопленная, по сути, ничем не отличается от базовой и стандартной, которая потребляет электричество. За исключением того, что эта потребляет и работает на топливе. И сейчас, в данный момент, я топлю её углем. Прорез идёт крайне небыстро, но он всё-таки идёт. Я начинаю здесь потихонечку себе налаживать первоначальную автоматизацию. Очень нескоро, конечно, это происходит, но тем не менее. Как вы можете видеть, здесь у нас для крафта банальных вещей требуются совершенно другие ингредиенты. Например, для банального твердотопленного манипулятора требуется двигатель, на секундочку, да, и части манипуляторов. Двигатель, хоть и крафтится достаточно просто, но тем не менее требует для себя ресурсов в виде железной шестерни и что-то там ещё. А части манипуляторов это тоже какие-то ингредиенты. Но главное для себя я сейчас делаю банальную первоначальную автоматизацию, которая, по сути, не требует никаких серьёзных для себя ресурсов. Только большое количество угля, на котором, я думаю, у нас пока что будет работать всё. Очень всё это будет работать медленно, но тем не менее, я надеюсь, что это будет работать, потому что больше и быстрее, и я не знаю, как это сделать. Ну вот же, другое дело. Теперь будет уходить гораздо больше меди, но зато у нас всегда будут в достатке эти схемы. Надо бы подумать ещё, как автоматизировать или полуавтоматизировать технологические карты, и что для этого нужно. Но для этого, как я понимаю, нужно много меди, много всего, а этого много всего у нас пока что нету. У нас вообще ничего нету. Ну, постепенно производство увеличивается, особенно в больших масштабах увеличивается производство угля, которого требуются какие-то космические масштабы Так, допустим, я почти подошел к изучению красных карт, и тут я смотрю, что мне нужно для того, чтобы их автоматизировать Допустим, одной из станций, производящих микросхем, мне хватит аж на 4 твердотопливные сборочные автоматы, ничего себе Дальше нам нужно железо здесь, шестеренки, понадобятся также карты, в обязательном порядке, для которых нужны медные кабеля И по сути нам нужно здесь только сделать железо, медь и все остальное Для всего остального у нас вроде все готово, и вроде соотношение получено, готово и изучено Сейчас будем готовиться потихонечку это все делать, только нужно сделать поначалу побольше твердотопливных сборочных автоматов Так, первым делом, наверное, мне понадобится здесь не изучение электричества или там чего бы то ни было, а вот эта штука, логистика, она мне нужна как никогда Очень прикольная модификация от Боба и Ангелок, у меня здесь стоит необходимая крастория, которая позволит мне в любом масштабе вертеть и вращать манипуляторы, как только я того захочу Пока что временно это будет выглядеть так, потом это все видоизменим Сейчас главное мне автоматизировать все необходимые нюансы, которые у меня здесь могут возникнуть Начинают создаваться потихонечку пустые карты, а для создания ядер автоматизации у меня уже давно все готово Вот так вот выглядит схема, которую я здесь себе сейчас придумал И вроде как она рассчитана на 4 станции, которые будут производить красные схемы Сейчас это будет им тестировать и проверять, будет ли это так работать, как мне нужно Теперь останется лишь только это все заполнить углем И все пошло создаваться Не забудем тоже комплектующий для этих систем заполнять углем Пока что у нас нет электричества, но ничего страшного Все, везде уголь появился Пока эти два сундука временных буферных заполнены, это все будет работать Как я вижу, даже скорости твердотопленных манипуляторов на удивление хватает И останется лишь ждать, когда здесь появятся первые схемы А для этого у нас вроде все готово Давайте сейчас немножечко ускорим лишь погрузку сюда предметов Это сделать несложно И все готово Красные колбочки пошли в полуавтоматическом режиме Останется лишь додумать, как их погружать в эти лаборатории План, по-моему, идеальный Ничего лишнего Лишь твердотопленные манипуляторы Немножечко уголька И лаборатории пошли работать в успешном варианте Лаборатории потом здесь обязательно поставится большее количество Только вот такие вот схемы начнут нормально тиражироваться И у нас пошло изучение Причем изучение пошло в автоматическом режиме На секундочку Хотя у нас из автоматики только мои руки Не знаю, насколько долго хватит вот этих жил Тут хотя 78 тысяч Меди и 95 тысяч Железа И 70 тысяч угля, да? В принципе, достаточно маленькие количество Но я думаю, пока что временно хватит Тем более, что у нас тут поблизости есть миллионные жилы Начальные И потом обязательно надо будет начать мне исследовать Близлижайшие пространства И искать еще больше разного рода жил Которые могут мне понадобиться здесь А я тем временем продолжу изучение Электросхем, которые мы могли бы здесь делать Чтобы воссоздать снова дронов Которые могли бы что-то мне хотя бы помогать Для начала я хотел бы вот эту штуку вообще растиражировать Чтобы у меня две станции такие были Ну хотя бы так Я это делаю вообще без расчетов Хотя бы по-хорошему бы Немножечко расчетов-то произвести Он пишет то, что одной станции с медными кибелями Будет хватать аж на 16 штук Я не верю Такое не бывает здесь Так, давайте мы изменим немножечко сейчас логистику На то, чтобы у нас были сначала желтые конвейера Нам нужно тогда сюда меди подводить На нормальном количестве Хорошо, давайте попробуем тогда все это изменить сейчас В любом случае это все будет в очень сильной полуавтоматике Ведь у нас до сих пор нету возможности выращивать дерево Поэтому мне его сейчас Если оно вдруг закончится А оно у меня уже кончается Придется его идти дорубить Ну давай смотреть На что ты способна, схема моя И буду использовать здесь погрузчики Которые моментально вместо манипуляторов Выводят из себя все ресурсы Которые есть только возможные Сейчас их сюда вот так вот ставим, загружаем Главное, чтобы стрелочки соблюдались Получается сюда должны погрузаться все Сразу, перманентно, медные пластины И делаю я еще один погрузчик Который будет выгружать все ресурсы И останется мне конечно же Загрузить сюда материалы в виде угля Для работы схем электропитания Мы видим, на мое удивление мы видим Что все идеально работает Не хватает лишь дерева Которое мы можем сюда подвезти Не сложно Одна такая станция способна обеспечить 16 таких вот твердотопливных А значит мы можем поставить чуть побольше лаборатории Раз пошла такая пьянка И значит изучение должно идти гораздо быстрее Наконец-то мы что-то изучили Что позволит нам сейчас строить первые Электродобывающие установки В виде твердотопливного турбинного генератора Ветерогенератора И банальной опоры лэб Которую мы с вами впоследствии сможем использовать Теперь я 8 штучек разместил Я думаю такого-то количества нам будет хватать На первое время Главное не забыть подкидывать сюда ресурсы В виде меди и остального А я снова рубить дерево Я тут решил немножечко изменить Способ подачи сюда микросхем Использую сейчас метод передачи процессоров из лаборатории в лабораторию При помощи манипуляторов А загрузка организована при помощи погрузчика И вот ура Мы научились с вами производить электросхемы А значит привет Мои долобогномчики Первые самые дроны Которые могут у нас появиться В виде таких вот маленьких роботов Пусть существуют Пусть как-то веселятся Создаются и Верзвятся В итоге у меня немножечко увеличилось Поле для исследований А также много чего я смог изучить здесь В частности все изучения Коснулись того Что теперь мы вместе с вами Можем наконец-то начинать нормально Производить электроэнергию Без которой очень тяжко уж сейчас живется Но далеко на одной электроэнергии К сожалению я думаю мы вряд ли выведем Поэтому неплохо было бы Хотя бы начать Нормально производить Банальные базовые ресурсы А уже потом что-то с этим дальше придумывать Как мы все прекрасно помним У нас электронасосы будут требовать Электроэнергию Поэтому неплохо было бы здесь себе создать Хотя бы ветрячок Чтобы он качал этот электронасос Тем более что потребляет он 50 ватт А ветрогенератор производит Всего 20 киловатт Но пока что с этим ничего не сделаешь Примерно как-то так У нас будут все располагаться системы Здесь будущие Главное я начал уже производить здесь воду И расставляю оставшиеся паровые котлы Провода стоят И не стоит забывать о манипуляторах Останется лишь дело за малым Подвести каким-нибудь образом сюда электроэнергию И добывать допустим первым делом уголь Сначала я думаю вот из этой жилы А уже потом из всего остального Хорошо что я уже накрафтил здесь себе немножечко буров Маловато конечно Но ладно Всего тут в итоге получается две линии Сразу я здесь буду себе делать балансир Который потребует от нас немножечко погрузчиков И дальше вот такой вот заборотик И все готово Останется лишь дело за малым Разместить здесь провода Я сразу уверен что потребуется мне гораздо большее количество электроэнергии Чем мы сейчас имеем Поэтому сразу же незамедлительно Большее количество паровых бойлеров Размещается здесь Останется лишь мне Первоначально дело это запитать Допустим одну штучку я вот так вот запитываю И уголь успешно идет Накапливается А значит сейчас вся система начнет производиться А это значит то что мы с вами можем потихонечку Начинать автоматизировать всю эту систему Прежде чем это все пойдет конечно же в автоматизированном формате Мне было бы неплохо на самом деле Во первых излишки угля складировать Во вторых пока я бегу Начинать делать в больших масштабах Вот такие вот увлекательные манипуляторы Для производства половинных цехов То есть мне абсолютно сейчас неизвестно В какую сторону мы будем дальше развиваться В какую сторону пойдет шина И пока у нас создаются необходимые материалы Я прожалую пробегусь Изучу, исследую А уже дальше мы будем с вами что-то думать и придумывать Ну видимо судя по всему мне придется развиваться пока что вверх За неимением лучших вариантов И начну я пожалуй где-то вот от сих пор Далековато конечно от основной базы И возможно придется как-то переезжать здесь Но пока что я других вариантов не вижу Тут блин куда ни посмотри Везде какие-то препятствия Везде какие-то трудности При построении Допустим здесь мы утыкаемся в озеро какое-то Ладно Ничего здесь не попишешь Будем развиваться и отталкиваться от того что имеем Главное в быстром темпе и масштабе Попробовать выйти на уровень когда мы будем с вами способны строиться в любых направлениях и нам ничего для этого не будет препятствовать и мешать Шина как-то здесь у нас пойдет Думаю такой ширины в принципе шины мне будет достаточно на первое время Ведь если быть честным я абсолютно не знаю что меня здесь ждет какие инструменты ресурсы и прочее мне здесь может понадобиться поэтому я делаю это все с запасом Но с запасом мне потребуется гигантское количество ресурсов и это гигантское количество ресурсов и гигантскую ресурсную базу мы с вами сейчас будем и наращивать Для этого мне потребуется встать на большой и долгий ручной крафт Хорошо что сейчас хотя бы дроны создаются уже полегче Первым делом конечно же мне нужно сейчас нормализовывать добычу железа как первого очередного ресурса Конечно же хотя бы вот в том масштабе который мы можем это сделать Мне бы для начала вывести просто на мол две линии первая с железом вторая с медью и уже половина ресурсов будет автоматизирована и постройка всего и вся будет гораздо идти легче Даже складов сейчас нет для того чтобы хоть как-то балансировать это все Будем по старинке пытаться это делать Получилось здесь вывести три линии допустим да Вот здесь вот прекрасное место есть для того чтобы начать производство и автоматизацию печек Если мне память не изменяет их около 40 штук всего нужно И именно 36 штук печек получается нам здесь нужно чтобы полностью переплавлять один конвейер с железной рудой Думаю у меня тут есть ресурсы для того чтобы это все организовать Ага а вот и у нас первые начали метеориты падать Очень интересная механика добавляемая модификацией space exploration Думаю с этим будет достаточно весело учитывая то что потом мы сможем с этими метеоритами воевать Ой веселье то сколько будет Самый ходовой как ни странно здесь ресурс оказывается это конвейеры И хорошо очень даже хорошо что они у меня здесь есть поначалу И даже есть у меня здесь начальное убежище которое я могу разместить И в случае чего я думаю там смогу отреспавниться А еще так как у нас нету сейчас нормальных складов Из способов нормально организовывать балансировку приходится пользоваться ванильными методами балансировки Например вот такой вот балансир ванильный приходится здесь размещать чтобы банально ресурсы отсюда перемешивались Я не перестану удивляться и радоваться модификациям которые здесь установлены Так при помощи этих манипуляторов допустим мы можем использовать даже ванильные стандартные начальные манипуляторы как красные То есть их удлинять это невероятное чудо что нам так игра позволяет делать А значит то что нам банально просто эти красные манипуляторы не придется делать Хотя различия между длинными манипуляторами и желтыми все же есть в скорости Но я думаю это не такая уж сильная разница чтобы прямо с этим заморачиваться Первая руда пошла в минимальных масштабах останется лишь дело за малым Подвести все остальное То есть банальная ячейка в данный момент будет у нас выглядеть вот таким вот образом Останется здесь мне немножечко расставить манипуляторы Но к сожалению пока что расставить все не можем Будем расставлять все что есть По этой линии в центре пойдет у нас руда Руда будет забираться в печки при помощи манипуляторов При помощи манипуляторов в эти печки будут дальше уже переплавленное железо Отсюда будет выходить А уголь будет поставляться сюда с помощью таких же желтых манипуляторов только длинных Итак, у нас должна вся эта схема успешно работать. Остальницы лишь всего какие-то мелочи разместить здесь уголь. Думаю, остальные цеха по переплавке пойдут чуть ниже и с этим проблем не будет. У нас там места за глаза и этого даже вполне хватит. А пока что я не могу себе позволить ничего более лучшего, чем использовать банальные погрузчики, чтобы загружать сюда уголь в минимальных и первоначальных масштабах. Уголь пошел передаваться и печки пошли плавиться. Тут лишь я вставляю еще один балансир, так чтобы я мог со спокойной совестью сюда это железо, которое будет здесь переплавляться, подводить. Когда железо потребуется гораздо больше, я просто буду увеличивать масштабы этих печек. Сейчас бы по-хорошему наладить автокрафт, прежде чем заниматься всем остальным. Я думаю, вот такого вот маленького масштаба пока что хватит. Насчет меди. Я думаю, она впервые за долгое время будет немножечко обособлена от железа и где-то вот здесь вот размещена. И вот здесь вот как-то я ее вот сюда вот выведу себе. Думаю, это отличная и прекрасная возможность продублировать эту схему и разместить точно такую же, только там и на медь. Ну как-то так эта схема туда встает. Останется лишь мне все это подвести. Я, мне кажется, разорюсь рано или поздно на этих конвейерах. Сейчас, раз там у меня есть производство железных пластин, было бы неплохо автоматизировать и нормализовать добычу оставшихся инструментов по типу тех же вот этих конвейеров. Потому что вот это производство, которое у меня есть, оно, конечно же, замечательное, очень эффективное и прекрасное, но ее все равно не хватает. Вот этот минус, конечно, большой, делать все сразу и глобально. Потому что просто банально не хватает очень сильных ресурсов. Но, я думаю, все у нас обязательно образумится, когда все же производство нормализуется. Ну а такие вот гигантские масштабы все-таки просто жизненно необходимы. Без них, я думаю, здесь никак не выжить. Конвейеры начали строиться потихонечку, понемножечку. Уже хорошо. Я думаю, это будет крайне небыстрый процесс и займет гораздо больше времени. За кадром, я думаю, доделаю медь. Мне останется к ней подвести немножечко вот здесь вот ресурсы. Останется сделать здесь переплавку по типу той, которая здесь размещена. И я думаю, с этим мы успешно справимся за кадром, чтобы в новой серии начать нормально уже нормализовывать главную шину этой базы. Потребуется гигантское количество конвейеров и необъемные объемы работы. Ну а что из этого получится, я думаю, мы увидим уже в следующей серии. И всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда. Ваш покорный слугам Амору. Еще услышимся.